здравствуйте друзья я приветствую вас на своем канале сейчас мы будем делать балык из сазана сегодня утром товарищ подогнал вот такого красавца сазан на 16 килограмм руслан спасибо отличная рыбка сейчас мы из нее будем делать достаточно редкий балык у нас как-то не принято делать балык из сазана чаще всего делают из толстолобика из сома реже из осетрины потому что ее практически уже нет но самый распространенный балык это из толстолобика его все знают он вкусный его все любят он есть на рынках есть магазинах в общем это не проблема а вот балыка из сазана я не в магазинах не на рынках ни разу не видел и вот несколько лет назад сына друг угостил вот таким балычком нам он очень понравился я сразу же попросил рецепт оказывается этот балык делал его дедушка которому там 80 с лишним лет старый донской рыбак и вот по этому рецепту я уже несколько раз делал балык и нам он очень нравится вот сейчас мы сделаем точно такой же балык для того чтобы приготовить балык нам естественно нужен хороший большой сазан желательно не менее 10 килограмм но можно отталкиваться от 8 например но чем больше тем лучше тем будет мясо вкуснее жирнее и вы поймете что этот балык вкуснее чем из маленькой рыбы еще нам понадобится соль сахар и уксус уксус в рецепте присутствует я не знаю для чего он я просто точно повторяю рецепт того дедушки чтобы не возникало ни у кого сомнения насчет веса этой рыбы сейчас я его взвешу вот 16 килограмм в первую очередь обрезаем все плавники для этого очень хорошо подходит вот секатор потому что на большой рыбе обрезать такие вещи достаточно тяжело а а а Продолжение следует... Теперь его нужно очистить, есть два варианта. Можно снять полностью верхний слой шкуру вместе с чешуей и можно просто почистить чистилкой. Предварительно рыбу нужно обязательно хорошо охладить. Вот я его положил примерно на час, на полтора в морозильную камеру. Он у меня там охладился, он ледяной. Потому что пока вы будете с рыбой работать, она будет теплеть. И это нам для засолки совершенно не нужно. Рыба должна быть всегда холодной. Поэтому рыбу перед засолкой обязательно охлаждайте. Снимаем с азаной верхний тонкий слой шкуры вместе с чешуей. Для этого берем тонкий нож и загоняем его под шкуру в районе хвоста. И не нарушая мясо, аккуратненько подрезаем пленочки под шкурой. Вот так он открывается. В общем-то это не сложно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая кольчуга получается, наверняка возникнет вопрос, можно ли чистить таким образом другую рыбу, я не пробовал, но думаю что нельзя. Продолжение следует... 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 Потому что или икру испортите, она будет горькая, или рыбу. Если аккуратненько обрезать этот мешочек желчью, то печень тоже не выбрасывайте, ее можно пожарить, она очень вкусная. Вот штока икры получается. Рыбка чистая, это можно салфетками пока промокнуть, чтобы икру не лилась. Икру пока я прячу в холодильник, чтобы она не начала портиться, пока я буду заниматься рыбой, а потом уже займемся икрой. Теперь отделяем от рыбы голову. Подрезаем жабры с обеих сторон. Все, голова на уху. Сейчас нам нужно из рыбы вырезать позвоночник, чтобы не давать повода для порчи рыбы, потому что рыба начинает портиться вдоль позвоночника в самом толстом месте. Поэтому берем и вдоль позвоночника делаем надрез. Пока кончик ножа не упрется в основание ребер. Вот сколько я уже с рыбой вожусь, вот я в основание туда пальцы засовываю, а там мясо ледяное. Это очень хорошо, поэтому рыбу обязательно охлаждайте, потому что возиться с ней достаточно долго, если вы где-то это будете делать в тепле, еще хуже на жаре, то она сразу начнет портиться. Вот прям слышно, как нож пошел по ребрам. Вот так берем и обрезаем основание ребер. Хотя, конечно, можно это все порубить топориком, но тут не хочется, чтобы кровь улетела. Теперь там, где ребра закончились, вставляем туда нож и протягиваем до самого хвоста. Желательно, чтобы захватить максимум мяса. Ну вот, одно филе я снял. Сейчас вот эти лишние вещи пообрезаем. Это уже удобно здесь делать. То же самое делаем и со второй частью. Вот эти мясные куски можно точно так же засолить и просто их потом с пивом обгрызть. Или впустить их на уху. Так же здесь надрезаем. Тих gorgeous. Белорус. Так. Так. Там просто. Так. Тихо. Там, там, там. 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 Там, там. Там, там, там. 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 вот и все позвоночник отделили тонкую часть вот эту на которой мяса практически нет мы пустим на уху а вот здесь вот в хвосте мясо побольше это пойдет в засолку тоже сазан прекрасная рыба на мой взгляд для жарки для запекания одна из лучших ну и вот и балык из него получается прекрасный теперь эти части сразу рубим порционными кусками он даже сейчас рублю и летят брызги поэтому лучше всего все-таки такой молоток использовать ну теперь нам балык нужно порезать такими кусками чтобы он удобно укладывался в посолочную емкость условиях квартиры большими кусками солить и вярить его не очень удобно поэтому делаем так как удобно вот такой получается красивый кусочек мяса много жирный хороший так что все будет очень вкусно ну вот столько получилось чистого филе теперь главное отличие засолки балыка из сазана от балыка других видов рыб его нужно вымочить 2-3 часа в подкисленной уксусом в воде честно не знаю для чего это делается но делаю так как научил старый казак поэтому делать будем именно по его рецепту раньше я уже делал мне понравилось балык получается прекрасный рыбу я выложил в мойку теперь заливаем ее холодной водой и несколько раз промываем нужно хорошо смыть чукров потому что сазан рыба такая с красным мясом крови много и нам нужно ее смыть еще раз хорошо промываем вода уже более-менее чистенькая третий раз заливаем водой рыбу заливаем полностью чтобы она свободно в воде купалась теперь берем вот в это количество воды здесь литров 15 выливаем примерно стакан 6 процентного уксуса и перемешиваем оставляем так рыбу в холодной воде с уксусом часа на 2-3 после сливаем и будем солить ну что рыба пролежала в воде с уксусом примерно два часа я ее туда вынул вот она немного потеряла цвет стала такая белесая это хорошо потому что вот видимо уксус для того и нужен чтобы какую-то часть крови нейтрализовать теперь мы делаем посолочную смесь берем крупную соль обычную помол номер один килограмм добавляем сюда 200 грамм сахара и перемешиваем берем подходящую посуду на дно немного соли насыпаем здесь соли много не нужно и и примерно одинаковые куски укладываем в эту посуду сверху присыпаем точно так же берем следующий много соли не нужно а крайние кусочки укладываем шкурой вверх вот так все компактно получилось весь сазан поместился вот такой небольшой контейнер теперь сверху кладем дощечку и груз здесь у меня такая болванка весит 4 килограмма какой у вас есть такой положите теперь мы убираем в холодильник солится на 4 дня вот такой получился балыки сазана на следующий день засолки он пролежал ночь в холодильнике рыба пустила вот столько сока я сюда ничего не добавлял воду не добавлял это все сошло с рыбы это очень хорошо рыба солится балык будет прекрасный отправляем его назад в холодильник балык из сазана солился ровно четверо суток он готов вынимаем гнём дощечку и даже рассол он как слеза чистейший хорошее мясо вот такие кусочки красивые хорошо промываем каждый кусочек и откладываем подходящую посуду для вымачивания я буду вымачивать прям в мойке вода должна быть холодная если вы это делаете летом когда жара когда вода с крана течет теплая то желательно вымачивать в холодильнике если возможности вымачивать в холодильнике нет то нужно заморозить несколько бутылок пластиковых из-под воды и положить в воду вместе с рыбой чтобы вода была постоянно ледяная чтобы рыба не прихватила запах ну и заливаем рыбу водой чтобы воды было как можно больше ну вот так вода набралась вымачивать будем часов 7-8 минимум 5 в зависимости от того какой солености вам нужна рыба если вы в солености сомневаетесь вы можете всегда достать любой кусок где-нибудь пополам его разрезать вырезать оттуда небольшой тонкий пластик и попробовать рыбу такую уже можно есть она полностью готова если вас соленость устраивает значит вынимаем из воды и вешаем вялеца если для вас рыба солоноватая то значит оставляем в воде еще вымачиваться за время вымачивания нужно будет раза три сменить воду ну что балык вымачивался ровно 6 часов я его попробовал отрезал кусочек он на мой вкус нормальный малосольный теперь его нужно вывесить в прохладном месте на ветерок вывешиваю рыбу на такие коромысла из столистой проволоки они плотные хорошо прокалывают рыбу и на них очень удобно вешать если негде вывесить на сквозняке вывешиваем дома просто под вентилятор это если на улице уже тепло если прохладно то просто хватит открытых форточек вчера вечером я вывесил балык прямо на балконе на ветерке у нас как раз сейчас прохладно ночь он провисел на улице утром я его убрал в кухню и вот сейчас обед и балык практически готов в общей сложности он вялился меньше суток вот при такой ситуации когда прохладная погода у нас сейчас ветерок он даже на кухне у меня висел при открытом окне поэтому хорошо обдувался свежим прохладным воздухом он хорошо обветрился в то же время он не покрылся твердой коркой вот мясо аж блестит очень нежное мягкое балык будет очень вкусный вот такой у него вид вот фактически он уже готов кто любит посушить все-таки но пусть повисит еще один-два дня но мне кажется в таком виде балык уже полностью готов теперь его можно упаковать в пергамент в пакеты и отправить на хранение в морозильную камеру какие-то кусочки оставить для себя покушать а все остальное будет прекрасно лежать в морозильной камере и будет лежать очень долго хотя такой балык долго никогда не лежит ну вот балык из сазана вялился чуть меньше суток часов двадцать он полностью готов подветрился он не влажный не мокрый а именно то что нужно хорошее плотное мясо сейчас мы его попробуем разрезать здесь ребрышки вот в этой части совсем тоненькие поэтому в принципе можно резать по ребрам если нет можно разрезать от ребер отрезать эту часть реберную и ее потом порезать прям по ребрам а уже мясную часть порезать так как вам хочется ну в общем вариантов тут как вам душа пожелает вот так ребрышки здесь тоненькие режутся прекрасно ну что друзья пробуем очень вкусный балык из сазана нежнейшее мясо запах прекрасный ничем кроме хорошей свежей соленой рыбы не пахнет пробуем нежный очень вкусный малосольный мясо прям как хамон и структура такая похожая очень вкусно я сейчас не стал развозиться с картошкой с маслом потому что у меня целая чашка шашлыка сейчас свежего это чисто проба очень вкусно пробуйте потому что из сазана мало кто делает балык но из него получается великолепный балык это очень вкусно и 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